Ребят, всем привет! И в сегодняшнем видео мы с вами разберем самые завальные органические цепочки, то есть задание номер 32 из ЕГЭ 2023 года. Небольшая предыстория, что в этом году органическая цепочка претерпела некоторые изменения, и это мы с вами поняли по новой демо-версии. Соответственно, во-первых, у нас могут встречаться скелетные формулы, во-вторых, у нас цепочка теперь идет не строго с лево-направо, а она может идти в разные стороны от одного вещества. И все это, конечно же, усложняет это задание и делает решение его более такое проблематичным. Баллы забирать теперь стало сложнее. На самом деле не пугайтесь, все нормально, реакции остаются стандартные, но надо разобраться с этими новыми сложными цепочками. Мы предлагаем это сделать вместе. Сегодня мы с вами разберем две самые интересные цепочки сборника Добротина 2023 года. Ну что, погнали. Первая цепочка. Напишите уравнение реакции, с помощью которых можно осуществить следующее превращение. Мы используем структурные формулы и так далее. Что мы видим? Что да, во-первых, у нас есть скелетные формулы. Но скелетная формула это не что-то суперсложное. Помните, что она используется для того, чтобы не загромождать формулу, и вы в итоге не прописываете связь углерода и водорода. Вот здесь, кстати, она частично скелетная, я бы сказала, потому что метилы здесь прописали, а вот этот вот углерод CH2 не прописали. Запомните, что на каждом уголочке у вас находится атом углерода. Вот сколько у вас уголочков, вот столько углеродов у вас и будет. Вот у вас первый углерод, вот у вас второй углерод, вот у вас третий углерод. То есть это формула пропана. И, соответственно, мы видим, что у нас цепочка идет как справа налево, и она в эту сторону длиннее. И также слева направо, здесь она чуточку покороче. Вы спросите, а с какой стороны начинать? А как вам удобнее? С какой стороны вам более понятно, с такой и начинайте. Как мне кажется, конкретно в этом случае понятнее слева направо, потому что цепочка подлиннее, здесь больше условий дано, чем справа налево. Давайте смотреть на первое вещество. Это кто такой? Вот у нас первый углерод, вот у нас второй углерод, его просто не прописали. Опять же такая псевдоскелетная формула. Вот у нас метил торчит от этого второго углерода, CH-хлор-2. То есть это у нас 2-метил-1-1-ди-хлор-пропан. То есть это дигалоген алкан. И вам просто нужно вспомнить, что на самом деле с дигалоген алканов делается не так уж и много веществ. На самом деле только одно. Это щелочной гидролиз. И если у нас два галогена находятся около крайнего атома углерода, то в результате щелочного гидролиза у нас получаются альдегиды. И как раз таки дальше все хорошо. Если Х-3 это у нас альдегид, который получается при гидролизе, альдегиды это восстановители, могут реагировать с перманганатом в щелочной среде, в результате будет получаться соль карбоновой кислоты, которая вступает в электролиз и получается алкан. То есть Х-2, судя по смыслу этой цепочки, это алкан. А давайте в другую сторону проанализируем цепочку. У нас был алкан, потом какой-то Х-1 получается, который может реагировать с натрием. Вы много веществ можете получать из алканов? На самом деле нет. Это только галоген алкана и только там нитроалканы, например, какие-то. Галоген алкана как раз с натрием реагирует. Это реакция вюрция. И происходит удлинение скелета, и тоже получаются алканы. Поэтому вот таким вот образом вы продумали эту цепочку, и все становится предельно ясно. А как вот так вот быстро все продумывать? Ребят, надо знать органику, и нужно понимать, что вот для определенных классов веществ характерны определенные реакции. И тогда все становится на свои места. Я вас уверяю, что органика в ЕГЭ намного более простая, чем неорганика, даже несмотря на усложнение 32-го задания. Предлагаю прописать все реакции и получить свои 5 баллов. Давайте начнем с лево, справа налево. Мне кажется, так будет попроще. Пишем структурную формулу, нашу обычную структурную формулу. То есть у нас первое вещество это CH3, CH, CH3, CH, хлор, хлор. Опять же, это у нас 2 метила, 1,1-ди, хлор, пропан. Взаимодействовать со щелочью можете написать реакцию как с калио-H, так и с натрио-H. Абсолютно не важно. Реакция идет именно с водной щелочью. Это реакция замещения. У нас происходит замещение двух галогенов на 2 OH-группы, но 1,1-диол, они неустойчивы. Поэтому у нас ущепляется 1 OH-группа в виде воды и образуется двойная связь между углеродом и кислородом. То есть в итоге получается CH3, CH, CH3, CH, OH. Плюс у нас остается калий и хлор, и плюс у нас еще остается вода. Давайте поставим коэффициенты. Перед калий и хлором поставим двойку, тогда сюда тоже поставим двойку. Перед водой у нас единичка. То есть в результате у нас получается 2-метилпропаналь. Или, кстати, это из-за масляной альдегид, потому что это из-за масляной кислоты, а 2-метилпропановая кислота. Так что такое тривиальное название тоже вполне себе может попасться. Получили альдегид. Затем этот альдегид вступает в реакцию с перманганатом натрия. Вот обычно, конечно, в органических каких-то ОВР нам попадается перманганат калия, но если вам дадут перманганат натрия, я думаю, что вы сообразите, что это то же самое. Самое главное не перепутать натрий и калий. Что происходит? Углерода у нас промежуточная степень окисления плюс 1. Она окисляется до более высокой степени окисления. Это плюс 3. И в результате получается, допустим, в какую-то секунду времени карбоновая кислота, но поскольку у нас щелочная среда, то будет получаться соль карбоновой кислоты. Натриевая соль. В щелочной среде марганец плюс 7 восстанавливается до 6 и образуется манганат натрий, 2, марганец, О4 и плюс H2O. Как мы будем уравнивать такую реакцию? Исключительно методом электронного баланса, потому что довольно-таки сложная окислительно-снимительная реакция. Углерод был плюс 1, потому что кислород был минус 2, водород плюс. У нас у углерода противоположная степень окисления. У марганца в перманганате плюс 7. Углерод стал плюс 3, потому что кислород минус 2, кислород минус 2, натрий плюс. А в манганате у нас марганец плюс 6. Углерод у нас 2 электрона отдает, а марганец 1 принимает. Тогда перед органикой можно поставить единицы, а перед марганцем можно поставить коэффициент двойки. Считаем натрий. 4 плюс 1 – это у нас 5. 5 минус 2 – это 3. Тогда перед натрию аж поставим тройку. Проверяем кислороды. Здесь у нас 1 плюс 3 – 4. 4 минус 2 – вроде бы 2. А кислороды сперманганат и манганат уже уравнены. Конечно, лучше бы еще проверить водороды. Здесь у нас 1 водород, здесь 3 – это 4. И 2 перед водой тоже 4 водорода. То есть все хорошо, все уравнено. В бланк не пишите электронный баланс, не нужно указывать степень окисления. То есть это мы делали исключительно для себя, чтобы поставить коэффициенты. Здесь подбором коэффициенты поставить довольно-таки проблематично. Третья реакция. Соль карбоновой кислоты – это соль из-за масляной кислоты. Вступает в реакцию электролиза. А давайте мы вспомним с вами процессы на электродах, потому что важно же понимать, откуда эти продукты берутся. Конечно, вы можете их заучить потенциально, но лучше понимать. Кстати, эта теория у нас не только для 32-го задания, но еще и для 20-го задания на электролиз. Там такое может встречаться, но только в рамках продукта. Пишем CH3, CH, CH3, COO на 3. У нас электролиз водного раствора. Вспоминаем процессы на катоде и вспоминаем процессы на аноде. Поскольку у нас соль активного металла, натриевая соль, то на катоде происходит восстановление водорода из воды, потому что в таких условиях натрий у нас никогда в жизни восстанавливаться не будет. Водород плюс 1 восстанавливается до нуля, а кислород как был минус 2, так и должен остаться минус 2, поэтому у нас еще выделяются OH-группы. Уравняем подбором, сюда двойку поставим, сюда двойку поставим. Один водород у нас принимает 1 электрон, 2 водорода примут 2 электрона. Вот наши продукты на катоде. На аноде у нас происходит окисление, и нужно знать, что в этом случае у нас окисление конкретно остатка от карбоновой кислоты. У нас углерод в карбоксильной группе находится в промежуточной степени окисления, и его можно окислить, этот углерод. У углерода более высокой степени окисления – это плюс 4. За счет чего она получается? У нас образуется новая связь между этим кислородом и углеродом. Соответственно, разрывается вот эта связь между карбоксильной группой и радикалом. В результате у нас получается СО2, и вот накапливаются вот эти вот радикалы. Это изопропилы. Смотрите, где у нас связь была. Около СН. И в итоге вот эти вот изопропилы и радикалы связываются друг с другом. В результате получается удвоенный алкан. То есть СО2 очепился. Углерод окислился до 4. И удвоенный алкан – это у нас CH3, CH, CH3. Вот наша связь между радикалами получилась. CH, CH3, CH3. То есть это 2, 3-диметилбутан. Поскольку у нас произошло удвоение вот этого вот радикала, да, вот один был, вот второй, связь получилась, потому что радикал, который получается, это частички с неспаренным электроном. Очень реакционно способны частицы. А мы знаем, что неспаренный электрон, они хотят себе заполучить пару. Вот они ее заполучают у второго радикала, поэтому происходит задваивание. Сюда поставим двойку, опять же, потому что было задваивание. Сюда тоже поставим двойку. Один углерод был плюс 3, стал 4. Это один электрон. А два углерода в итоге отдадут два электрона. Все, вот такие продукты у нас получаются. Соответственно, на катоде выделяется водород и выделяются OH-группы. Но поскольку натрий у нас не принимал участия в электролизе, значит, будет получаться еще натрий OH. То есть OH-группа минус, да, котен и натрия остались, значит, натрий OH. А на ноде будет выделяться CO2 и вот наш алкан. Давайте тогда я процессы на электродах сотрую, потому что мы, в принципе, с вами уже все, что нужно было, мы увидели. То есть у нас выделяется CO2 и вот удвоено ОК. А постарайтесь писать в одну строчку. У меня в силу нехватки чуть-чуть места я напишу в две строчки, но вы старайтесь в одну писать. Два, три, диметилбутан. А по балансу у нас количество электронов принятых, отданных, было одинаковое. Это два, два, то есть коэффициенты у нас один, один. По факту переносим коэффициенты из наших процессов на электроды. Двойку поставим перед солью, двойку поставим перед водой, двойку поставим перед щелочью и перед CO2. То есть по факту везде, кроме водорода и алкана. Вот такой продукт получился. Это наш Х2. И теперь вот этот вот Х2, наш алкан, вот этот вот, мы должны с вами получить в другую сторону. Четвертая реакция. Пропан. CH3, CH2, CH3. Мы уже договорились, что будет получаться галоген-алкан. Можете взять или бром, или хлор, абсолютно неважно. Эта реакция радикальная, она протекает по действиям света. Бром замещает водород там, где их меньше. Сначала происходит замещение около третичных углеродов, потом вторичных, только потом первичных. То есть у нас около вторичного атома углерода, около CH2. В результате получается CH3, CH, CH3, бром плюс натрий-бром. Коэффициенты конкретно здесь у нас не нужны. Ой, какой натрий-бром? Что? Х-бром я хотела написать, я задумала. Смотрю на натрий и пишу натрий-бром. Никаких натрий-бромов, H-бром, потому что у нас замещался водород. Соответственно, пятая реакция. CH3, CH-бром, 2-бром-пропан взаимодействует с металлическим натрием. Это у нас условие для реакции вюрция. Мы помним, что реакция вюрция – это способ получения алканов, это удваивание углеродного скелета. Натрий-бром связывает бром, натрий-бром от двух молекул галогена-алкана. В результате получается новая связь около второго атома углерода. Можете для себя нарисовать рядышком молекулу, чтобы, может быть, было понагляднее. Здесь снизу нарисую, а потом затру. Что вот у нас вторая молекула, вот у нас натрий-связал натрий-бром, и вот у нас образуется новая связь между этими CH. Тут самое главное еще правильно нарисовать углеродный скелет. Потому что если вы вот так вот в лоб перерисуете, у вас главная цепь, она будет не самая длинная, именно горизонтальная, которую вы изначально изобразите. А нужно, чтобы горизонтальная была самая главная, то есть самая длинная. А самая длинная цепь – это из четырех атомов углерода. Так что мы перерисуем сразу правильно. И за счет сдваивания вот этого изопропила у нас получается А2,3-диметилбутан и плюс натрий-бром. Было сдваивание, сюда двойку поставили. Тогда, получается, сюда двойку поставили. И перед натрием двойку поставили. Все, теперь все сошлось. Вот наш Х2 и за счет электролиза получился, и за счет реакции бюрца. Вот теперь мы с вами заработали 5 баллов. Сложно? Я бы не сказала. Ну, то есть, опять же, имейте в виду, что в органике реакции очень стандартные. И вот всегда, в принципе, встречается одно и то же. Но вот в силу того, что теперь вот в разные стороны, опять же, больше какого-то мысленного эксперимента, те ребята, которые, может быть, органику знают не так основательно, допустим, знают как-то вот кусочками, им будет сложно. Но те, кто учил органику основательно, я думаю, что вы 100% справитесь. А у нас есть еще время, так что все должны знать органику основательно. И вот вторая интересная цепочка с очень необычным соединением, вот таким, который много кого испугал в итоге. Давайте разбираться. Опять же, у нас цепочка в разные стороны. Но тут мы как бы начинаем с одного вещества. Вот в предыдущий у нас как бы все приходило в одно вещество, а здесь наоборот, начинается с одного вещества. И вот это вот X1, оно может реагировать как с водной щелочью, так и со спиртовой щелочью. Потом, когда водная щелочь пререагировала, X2 получился, потом вот такое вот необычное соединение. Вообще, это у нас диоксан. И может ли такое в ЕГЭ попасться? Конечно, потому что, во-первых, это цепочка сборника добротина, а во-вторых, мы уже не первый раз видим такие гетероциклы. И мы конкретно гетероциклы с кислородом относим подобного рода к простым эфирам, не более. То есть это ROR. То есть мы это относим к простому эфиру. Поскольку здесь два кислорода, это просто простой эфир, который образуется за счет межмолекулярной дегидратации двуатомного спирта. Вот и все. И мы уже понимаем, что, наверное, X2 – это будет какой-то двуатомный спирт, потому что иначе никак это соединение не получится. Вот небольшая такая предыстория, что раньше в 32-х задачах у нас простые эфиры не попадались, потому что простые эфиры – это не реакционноспособные соединения, их очень часто используют в качестве растворителей. Привет, 25-е задание. И вот единственное, что они толком могли делать – это гореть. И вот поэтому они в цепочках не попадались. Но поскольку сейчас у нас цепочка идет в разные стороны, и у нас как бы вот этот тупик, вот конкретно вот в конце такое соединение, оно может получаться, потому что дальше же из него ничего делать не нужно. Вот имейте в виду, что теперь вот могут попадаться, например, простые эфиры, потому что раньше этого не было. И подобного рода тоже простые эфиры можно ожидать. Хорошо. В другую сторону колёшь спиртовое. Ну, водная спиртовая щёлочь – это гидролизы, да, и дегидрогалогенирование. Это делают у нас галогенолканы. Но поскольку, вот, смотрим на это соединение, понимаем, что здесь два кислорода – это у нас двуатомный спирт, значит, здесь был дегалогенолкан. И это у нас CH2, да, CH2, CH2, CH2. То есть это скелетная формула. Пропишем для себя углерод, чтобы понять, из чего у нас состоит это вещество. Это два остатка по факту тиленгликоля, которые соединились друг с другом за счёт дегидратации. Значит, Х2 – это тиленгликоль, и, значит, Х1 – это у нас будет 1, 2, или дихлор, или дибромэтан, как вам больше нравится. Ну, давайте с дихлором напишем. Идём сначала в левую сторону. Кали-УАЖ – водная среда. Это условие для замещения. УАЖ-группа у нас замещает хлор, выделяется кали-хлор. И со второй группой происходит всё в точности то же самое. Способ получения спиртов. Да, и спирт, и спирт не получается. Вот если используем водную щёлочь, то в результате спирт. И плюс кали-хлор. Поставим сюда двойку. Затем это вещество даёт вот это вот соединение диоксона. Не нужно запоминать, что это диоксона. Да, самое главное – понимать, что это простой эфир. И вот в том числе его можно использовать в качестве растворителя. Самое главное – понимать класс соединения, потому что это может встретиться в десятом номере на классификацию веществ. Давайте вспомним более простую реакцию. Берёте, например, этанол CH3CH2OH. Если у нас условия для межмолекулярной дегидратации, то есть серная кислота концентрирована на нагревании меньше 140 градусов, то у нас молекула воды отщепляется от двух молекул спирта. И в результате получается простой эфир CH3CH2OCH2CH3 плюс H2O. То есть диэтиловый эфир. Выглядит он следующим образом. Но получается, что если у вас две OH-группы, то просто может отщепиться две молекулы воды. И получается вот такой вот устойчивый шестичленный цикл. А мы помним, что 5 и 6-членный цикл – они самые-самые устойчивые. Это я напомнила просто, что это же простая реакция. Простая. А теперь просто перенесите этот простой пример на более сложный пример. Давайте для себя пропишем ещё одну молекулу снизу, а потом я её сотру, потому что в бланке, конечно, это переносить не нужно. Но если вам требуется для понимания, то почему бы нет? Условия для межмолекулярной дегидратации – это серная кислота, концентрированная, нагревание меньше 140 градусов. Я условия прописываю, потому что я вам их напоминаю. Эти условия потенциально могут попасться и в цепочке над стрелочками. Чтобы, если вдруг вы сориентировались, условия обязательно нужно знать. Да, вы их можете не прописывать конкретно 26 мая, но знать их нужно. Что происходит? У нас очепляются две молекулы воды, так же, как это было на простом примере, так будет и на сложном примере. Вот у нас одна молекула воды очепилась, вот у нас вторая молекула воды очепилась. И новые связи между кислородами и углеродами образовались, то есть цикл замкнулся. Давайте мы сотрем вот эту вторую молекулу, а просто поставим коэффициент. Опять же, для себя, как у нас образуются новые связи, мы прописали. В конечном счёте получается вот этот гетероцикл диокса. Давайте все углероды пропишем. CH2, CH2O, CH2O. Можете такие формулы прописывать, можете скелетную перерисовать. Что в результате у нас оторвалось? Две молекулы воды. Всё, два балла заработали. Это у нас была левая сторона. Теперь правая сторона. Мы выяснили, что Х1 – это или 1,2-дихлор, или 1,2-диброметан, как вам больше нравится. Теперь у нас реакция с калиуаш спиртовое. Третья реакция. Хлор, хлор плюс калиуаш. Если у нас спирт, то это условие для дегидрогалогенирования. У нас по правилу Зайцева отчепляется H-галоген при нагревании. Вот у нас одна молекула H-галогена отчепилась. Одна связь образовалась. Вот вторая молекула H-галогена отчепилась. Ещё одна связь образовалась. Что в результате получается? Ацетилен, эйтин. Поскольку у нас две молекулы отчепились, значит, две новые Пи-связи образовались. Плюс калий-хлор плюс H2O. Давайте сюда двойку поставим, чтобы хлор уравнять. Сюда двойку, чтобы калий уравнять. И сюда двойку, чтобы воду уравнять. Так что Х3 – это ацетилен. А теперь вам нужно, получается, в две стадии из ацетилена получить ацетат калия. Ацетат калия – это соль уксусной кислоты. И, судя по всему, у нас было какое-то окисление. Вот как можно от ацетилена перейти к кислород-содержащим соединениям? Что можно сделать? Ацетилен вступает в реакцию гидротации. В результате получается альдегид. А затем альдегид мы можем окислить в щелочной среде, как это делали в предыдущей цепочке. Всё, пазл сошёлся, значит, всё правильно. Давайте дописывать. Четвёртая реакция. Ацетилен плюс вода. Это реакция Кучерова. Она каталитическая, протекает в присутствии соли-ртути-2 в кислой среде. Водород присоединяется к одному углероду, аж группа к другому углероду. Одна ПИ-связь разорвалась, но виниловый спирт неустойчивый. Он изомеризуется в ацет-альдегид. Это наль. И пятая, последняя реакция. Этаналь. Плюс перманганат. Давайте калия брать, потому что у нас ацетат калия в результате получается. Значит, калий марганец-О4. Опять же, щелочная среда плюс калий-О-Аш. Что получается? Углерод плюс 1 окисляется перманганатом до 3. Но поскольку среда щелочная, то в конечном счете мы получаем соль, уксусные кислоты. Это у нас будет ацетат калия. В щелочной среде марганец восстанавливается до 6. Получается манганат. И плюс-H2О. В принципе, коэффициенты такие же, как и в предыдущей реакции. То есть углерод был плюс 1, углерод стал 3. Это 2 электрона. А марганец был 7, стал 6. Это 1 электрон. Поэтому перед органикой можно поставить точки. То есть все означает единичку. Перед марганцем в левую и правую сторону поставим двойки. Тогда перед калий-О-Аш мы поставим коэффициент тройку. И перед водой тогда мы поставим коэффициент двойку. 5 баллов заработали. Вот такое нужно теперь ожидать от 32-го задания. Но, ребят, честное слово, глобально сложностей никаких нет. Вся та же самая органическая химия. Очень базовые реакции. Даже если вдруг вам что-то такое попадется. Но мы же с вами это разобрали. И теперь вы точно сориентируетесь. А если вы хотите порешать все типы заданий, которые были на ЕГЭ прошлых лет. И, соответственно, из которых в том числе могут составляться задания нового формата. Повторить теорию, решать кучу заданий, научиться решать какие-то задания. То я вас приглашаю на потный марафон. Который стартует совсем скоро. Буквально 24 февраля. И мы уже начинаем. Каждый день в течение 90 дней вы получаете домашние задания формата ЕГЭ. И нарешиваете материал до автоматизма. Вы получаете задания или только первой части, или только второй части. Или все вместе. В зависимости от типа марафона, которого вы выберете. К каждому заданию идут ответы и пояснения. К расчетным задачкам видеоразборы. Помимо практики каждодневной, кроме воскресенья. Вы получаете записи закрытых занятий годового курса. И в том числе сможете подтянуть органику. Я уверена, что после того, как вы потянете со мной органику. Такие задания точно не будут страшны. Потому что все это с ребятами мы, конечно же, обсуждали и разбирали. Мы разбирали даже более сложные вещи. На всякий случай. Чтобы вот такие структурные формулы, как диоксан, ну никого не испугали. Чтобы вы точно забрали все свои баллы за задания второй части. А потный марафон, он нацелен на то, чтобы заставить вас регулярно работать. Потому что многие ребята жалуются, что у них нет дисциплины. Что вот они не могут себя заставить. Не могут сесть. Не могут начать решать что-то. А вы приходите на потный марафон. Соответственно, у вас есть система жизни. И вы каждый день делаете небольшую домашку. Лучше делать каждый день и по чуть-чуть, чем делать один раз и множко. И вот как раз кипотный марафон, во-первых, вас дисциплинирует. А во-вторых, делает некую систему. Потому что вы задания решаете не абы какие, а потемные. И, соответственно, таким вот образом продумываете, прорешиваете абсолютно все. То, что потенциально может встретиться на экзамене. То, что встречалось на ЕГЭ прошлых лет. Пишите по ссылке в описании, чтобы записаться. На марафон записываются сразу на три месяца. И оплачиваются сразу три месяца. По факту месяц одного занятия стоит буквально полторы тысячи рублей. Но вы занимаетесь каждый день. И каждый день приходит домашка. И материалы к этой домашке. И занятия, и конспекты. Я вас жду, чтобы плодотворно провести оставшееся время. Потому что осталось до ЕГЭ буквально три месяца. Чтобы потянуть свои знания. И, конечно же, практику. Практика, практика, практика. Чтобы в итоге пришли на экзамен. И точно ничего нового, ничего страшного у вас там не попалось. Так что я вас жду. Если что, пишите по ссылке. И вам менеджер ответит на абсолютно все вопросы. Пишите в комментариях, как вам эти цепочки. Остались ли какие-то вопросы. И не испугались? В итоге все понятно? Отписывайтесь. Всем пока.